Я большой поклонник Ивана Маска. Он занимается межпланетными путешествиями. Ты тоже летишь на Марс? Нет, пока нет. У меня нет таких денег. Но еще он говорит об эволюции людей. Он хочет, чтобы его похоронили на Марсе. Я думаю, что последний раз мы развивались более 15 тысяч лет назад, и нам, возможно, требуется обновление. Как вы думаете, куда будет двигаться человечество в следующие 100 или, может, 500 лет? И как вы думаете, каким будет наше следующее улучшение, как мы будем развиваться? Не хочу комментировать Илона Маска. Он сделал хорошую машину. Первую, которую он сделал на платформе Lotus. Она была быстрее, чем Ferrari. Я ездил на такой. Поэтому у меня нет к нему претензий. Но ему следует ограничиться автомобилями, возможно, самолетами или даже ракетами. Но он не должен говорить о человеческом механизме. Это другая область. Видите ли, есть достаточные свидетельства, неврологические данные. Этот вопрос стоит уже давно. Можем ли мы эволюционировать во что-то лучшее? Многие люди спрашивают, можем ли мы развить мозг побольше? Чтобы мы могли действовать лучше, быть более умными, делать больше разных вещей. Так вот, с точки зрения неврологии... Некоторые неврологи объяснили это. Допустим, вы хотите увеличить возможности этого мозга. Один из способов — вам придется добавить в него больше нейронов. Сейчас рождается много детей с избытком нейронов. Это гиперактивные дети. Очень одаренные, но слишком нестабильные. Сейчас, как только врачи замечают их, они сразу же начинают заниматься ими. И поскольку медицинская индустрия очень большая, они всегда ищут жертву. Фармацевтическая промышленность является второй по величине отрасли. Они накачивают их своими препаратами СДВГ, АБВ или ЭЛИЯ. На их название потратили уже все 33 буквы алфавита. Но когда ребенок такой, это не патология, это норма. Множество детей рождается такими, с избытком нейронов. Если вы просто займете ребенка большим количеством физической активности, ему нужен сон и физическая активность. Правильная физическая активность. Вы увидите, что к 6-8 годам он внесет необходимые поправки. Тело настраивается самостоятельно, для того, чтобы избавиться от лишних нейронов. Оно саморегулируется. Но если вы посадите ребенка на успокоительные или подобные препараты, он может остаться зависимым от лекарств на всю жизнь. Но так или иначе, другой способ увеличить мозговые способности, увеличить размер нейрона. Если вы увеличите размер нейрона, возможности мозга могут очень сильно расшириться. Но сейчас, когда вы сидите здесь в спокойном состоянии, более 20% вашей энергии потребляется вашим мозгом. Ваш мозг вот такого размера, он весит чуть меньше килограмма. А все остальное тело потребляет только 80%. Мозг потребляет 20%, просто находясь здесь. Если вы увеличите размер нейронов, тело не сможет обеспечивать его достаточным количеством энергии. Вот в чем заключается неврологическая оценка. Но более 15 тысяч лет назад, Ади-йоги сказал нечто очень уникальное. Люди задали ему тот же вопрос. И Ади-йоги ответил, «Вы можете научиться использовать имеющиеся у вас возможности гораздо более эффективным способом, чем тот, который вы применяете сейчас. Если вы станете более осознанными, вы можете использовать свое тело и мозг гораздо большим количеством способов. Но если вам нужны физические или физиологические изменения, то должны произойти некоторые изменения в Солнечной системе. Потому что Солнечная система действует словно гончарный круг. Она сформировала вас и достигла своего пика. Как мы знаем, что она достигла пика? Если вам известно что-либо о геометрии Солнечной системы, вы знаете, что расстояние между Землей и Луной составляет 108 диаметров Луны. То же самое относится и к Солнцу. Если посмотреть на человеческую систему, существует 114 соединительных точек, или чакр, как мы их называем. Первые две находятся вне физического тела. Поэтому мы обычно не говорим о них, разве что в неком мистическом контексте. Итак, остаются 112. На 4 из этих 112 чакр вы никак не сможете повлиять. Если вы позаботитесь о 108, остальные 4 начнут действовать сами по себе. В них есть своя разумность. От нас это не зависит. То есть вам доступны 108 чакр. Такова геометрия Солнечной системы. Если в Солнечной системе не произойдут какие-то структурные изменения, вы не сможете развиваться дальше физиологически. Но вам всегда доступна возможность лучше и лучше использовать то, что уже имеется. Так что если вы планируете развить все это с Илоном Маском... Нет. Но вы можете научиться использовать это лучшим образом. Разве мы не учимся постоянно использовать свое тело и ум лучше? Разве нет? Некоторые люди, конечно, деградируют в течение времени. А некоторые совершенствуются. Не так ли? Это возможно, если вы готовы. Что значит готовность? Чтобы быть по-настоящему готовым, вы должны быть осознаны. Если вы неосознаны, то сами того не зная, вы отказываетесь от готовности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok